Миннерго Украины назвала условия отказа от исков к Газпрому 12.59.02.2019 года, обновлено 13.14.02.2019 года, фото, департамент коммуникации НАК «Нафтогаз Украины» сотрудник компании «Нафтогаз Украины» на одном из предприятий. Фото, департамент коммуникации НАК «Нафтогаз Украины». Сотрудник компании «Нафтогаз Украины» на одном из предприятий. Архивное фото. Киев, 2 Декрия новости. Глава Миннерго Украины Алексей Аржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и деталей транзитного договора. Для того, чтобы предварительно принимать окончательные решения относительно объемов и сроков, а также компенсации, мы должны четко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно. Как результат стороны сейчас находятся в технических консультациях, сказал Аржель на брифинге, трансляцию ведет телеканал «Наш». По его словам, Украина готова принять прямые поставки газа в качестве компенсации по искам, которые Киев выиграл в международных судах. Аржель уточнил, что Киев максимально координирует с европейской стороной вопросы поставок и сроков. 29 ноября, 18.15. Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газам. Ситуация с газовым контрактом. Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце этого года. В середине ноября «Газпром» предложил Украине продлить действующий контракт либо заключит новый сроком на год. В Москве отметили, что новый контракт может быть подписан лишь при условии, если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебное разбирательство. Также антимонопольный комитет Украины должен отменить решение о взыскании из «Газпрома» штрафа за нарушение экономической конкуренции. «Нафтогаз» должен будет отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссии и расследовании против российской компании. Аржель считает эти условия неприемлемыми. В общей сложности «Нафтогаз» оценивает свои претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов. Министр энергетики России Александр Навак на минувшей неделе заявил, что регулирование задолженности – одна из важнейших составляющих обсуждения пакета соглашений. 29 ноября, 14.49 Кремль прокомментировал заявление «Нафтогаза» о контракте на транзит.